Здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые зрители! Я, Муня, и это четвертый выпуск ТНЖ ТВ. До Акихабары осталось совсем немного времени, и я ничего не успеваю дошить! Знаете, что в этом году фестиваль будет проходить по аналогу японского? Это значит, что каждому зрителю будет чем себя занять. Со всей Украины будут съезжаться люди, чтобы принять участие в чемпионатах по Го, Кэндо, PS3 и Маджонгл. Также участников будет больше чем 500, а зрителей больше чем 1000. Вы себе можете это представить? В следующем выпуске ждите интересный отчет по поводу этого фестиваля. 11 августа в Киевском клубе Бинго был проведен J-Rock концерт, на котором выступала группа Dead Eyes. Гость программы был японский исполнитель Hit, после чего он давал автограф-сессию. Зрители ушли довольными и счастливыми. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Донецке был проведен второй фестиваль. Второй ежегодный аниме-фестиваль Нихон Тайсай, тема которого была «Мафия». Смотрим видеоотчет. На второй фестиваль в Донецке, посвященный японской анимации и культуре, пришло много зрителей, которые заполнили весь зал. Организаторами мероприятий был клуб Цубаса-Номичи, которому этой осенью исполняется три года. Оригинальность мероприятия порадовала всех присутствующих. По залу ходили ребята с пистолетами и много косплееров в красивых и необычных костюмах. Идея интермедий-организаторов была в противостоянии двух миру – «Мафия» и «Альянс». Обстановка была накаленной и интригующей, но благодаря мэру города Скитеру все закончилось миром. Во время перерыва в поле можно было увидеть столы с аниме-атрибутикой, которые постоянно окружали покупателей. После первого дня вечером был концерт японского исполнителя «Хит», а также выступление киевской группы «Бэд Айз». На второй день были проведены лекции в зале и чемпионат по текену в холле. Так как фест был посвящен «Мафии», можно было заметить много косплея по ребору. Победители по голосованию получали отличные призы, а по оценкам жюри – золотые рогалики и подарки. Под конец дня активно и весело проходил аукцион флаката. Фестиваль прошел с юмором и позитивом. В Новой Вероне, то есть в Хмельницком, прошел бал «Фрос», который был посвящен аниме «Ромео» и «Джульетта». На балу собралось большинство представителей «Тэнши ТВ», которые запечатлили это мероприятие. Давайте окунемся в атмосферу бала. Бал от гантабели оркестра прошел с интригой и с элементами ролевой игры. Сюжетные сценки от организаторов помогли окунуться в атмосферу Новой Вероны, а в перерывах между блоками выступал театр «Глобус». Яркой постановкой был танец рыцарей, композитор Прокофьев. Герцог собрал всю знать в главном дворце Новой Вероны. Кульминационным моментом была борьба за флаг и власть, а также раскрытие Джульетты. Но любовь Ромео к ней растопила сердце герцога, что позволило всем присутствующим до конца бала наслаждаться живой музыкой и танцами. Все были благодарны организаторам за возможность попасть в сказку. 4 сентября в Киеве был проведен День почтения памяти жертв пострадавших в Японии вследствие трагедии, произошедшей 11 марта этого года. В этот день было проведено ряд мероприятий. В 12 часов в Киевском национальном оперном театре имени Шевченко проходил благотворительный концерт возрождения Японии, на котором выступала делегация из Киото в составе 70 человек. В 19 часов на спевочем поле проводился благотворительное мероприятие, концерт и запуск небесных фонариков, автор идеи Ямамото Концари. В мероприятии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Японии в Украине господин Тадаши Идзава и мэр города Киото господин Дайсаку Радукава, который был в столице Украины по случаю 40-летия установления в обративском отношении между Киевом и Киото. В честь этого между станциями метро Леснаге и Черниговское в японском стиле был обустроен парк Киото и высажена аллея Саку. АМБ-шоу будет проходить на открытии фестиваля ОТОБЕ 30 сентября в 18.10. Билеты уже в продаже. Смотрим трейлер. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Эта осень порадует нас еще одним мероприятием. 29 октября в Венеции запланированная танцевальная ночь Hell Party. Подробности смотрите ВКонтакте в этой книге. Вот и подошел к концу наш выпуск. А теперь информация для организаторов мероприятий и руководителей групп, клубов и козбендов. Если вы хотите заявить о себе в нашей программе, присылайте нам на почту cntvsobachka.gmail.com информацию, которую мы опубликуем в следующих выпусках. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok